Школьники из 28 регионов России построили город будущего на смене во Всероссийском детском центре «Океан». Тематическая программа «Лифт в будущее» от МТС и благотворительного фонда «Система» завершилась презентацией проекта. В рамках этой программы у нас здесь присутствуют дети 8-11 классов. Дети представляют 28 регионов страны. И, конечно, нас очень радует, что с каждым разом интерес к нашей программе все выше и выше. Мы, как партнеры программы, безусловно, очень рады, что у детей не пропадает интерес к технологичным, сложным цифровым продуктам. И это вселяет в нас уверенность, что те интересные программы, продукты, которые сегодня запускаем мы, они подхватят, когда придут на наше место. Ребята сделали акцент на технологии создания дружелюбной и комфортной городской среды с помощью цифровых решений, о которых им рассказывали практикующие эксперты. В результате получился город, в котором действительно хочется жить. Экологически чистый, комфортный, технологичный и ориентированный на потребности человека. Сначала у нас были лекции от МТС и про экологию нам рассказывали, что нам нужно, ну, предлагали нам выбор, что нам нужно добавить, что подкорректировать, чтобы это отличалось. Не было похоже на город, который уже существует, а было что-то новое. Нам сказали про инновации и технологии. Потом у нас были лекции про то, как мы должны создавать город будущего. Нам помогали наставники, кураторы. Мы проводили лекции по электронике, чтобы у нас все получилось, потому что в том году у нас были только ветряные мельницы, это электроника. А сейчас у нас почти в каждом районе на ардуинках построено что-то механическое, чтобы горел свет. Например, у нас лилась вода. Мы делаем аквапарк. И, насколько я знаю, в просто парке там тоже льется вода с фонтана. В реализации проекта были задействованы все участники смены. Кто-то занимался архитектурой города и цифровыми технологиями, а кто-то озеленением и освещением. Даже состоялись выборы мэра. Наш город, он технологичный, как можно заметить. У него светодиоды. И также аквапарк и парк сделаны системой подачи воды. То есть при нажатии кнопки вода выливается или она перестает течь. В этом проекте я занимался конкретно созданием «Дома-1» с датчиком теплоты. То есть меняется температура окружения у этого датчика и меняются светодиоды цвет. Самое легкое – это была внешняя часть. То есть создание всех вот этих аквариумов, всех бассейнов. И самое тяжелое – это было проведение электропроводки. То есть это микроконтроллеры, подсветка, водяные трубки. Это было самое сложное, так как микроконтроллер Ардуино, он вообще никак не может контактировать с водой. А аквапарк – это вода, и это обязательно нужно было сделать. И вот после многих неудач у нас все-таки получилось, и наша система идеально работает. Благотворительная смена «Лифт в будущее» в центре океан проходит уже третий год подряд. За это время сотни талантливых школьников смогли найти себя в мире профессий, превратить мечты в цели и сделать к ним первые шаги. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.